Действительно, мать троих детей, и мы в квалификации, мы, кстати, строим бизнес с мужем вместе. Я в квалификации пролямого директора, и немного истории о себе расскажу. Я когда знакомлюсь с людьми, я всегда говорю, интересуюсь, чем они занимаются, знаете, что больше всего берет людей, чем они занимаются, что вы можете им предложить. Но большей частью моей организации проходят преподаватели, проходят с традиционного бизнеса. И всегда, когда я говорю, я рассказываю о себе, говорю, я предприниматель, бывший, традиционного бизнеса. Сегодня я мамочка в декрете, воспринимаю своих строителей где-то. Также я и преподаватель по своей профессии. Смотрите, сколько всего я могу сравнить. Если преподаватели, я найду, о чем с ним говорить. Если мама, я найду, о чем с ней говорить. И если это человек с традиционного бизнеса, я найду, о чем с ней говорить. И я всегда говорю, знаете, в традиционном бизнесе, да, деньги хорошие. Но то, что в традиционном бизнесе, это сегодня и сейчас. Вы не знаете, что будет завтра. И никто вам не дает гарантии того, что в традиционном бизнесе уже в возрасте вы будете получать те деньги и тот пассивный доход, который вы будете получать, допустим, а сегодня, сейчас, здесь или через некоторое время, да. Да, это хорошо, хорошие и быстрые деньги, если вы правильно наладите, опять-таки, систему работы. А кто говорит, что не нужно, допустим, обучаться там, да. Смотрите, допустим, преподаватель. Обучаться надо? Надо. Сколько лет мы учимся? Пять лет отучилось. Хорошее образование, да, все. Но, а в результате, я тогда анализирую, думаю, думала, хорошо, буду преподавать. Что мне даст то, что я буду преподавать в ДГУ? Престиж? Престиж будет кормить моих детей? Будет? Сколько получает тот преподаватель, доцент наук, кандидат доцент наук, который меня обучал? Сегодня это 15 тысяч. 18 тысяч. Эти деньги сегодня, что можно на эти деньги сегодня сделать? Вы можете свою семью прокормить на эти деньги? Или вы сидите и ждете, допустим, пока ваш мужик это сделает, да? У каждого человека свой подход. Здесь, в традиционном бизнесе, я всегда говорю, вот смотрите, нестабильность, нет свободы, больше части вложения. Что в нашем бизнесе, скажите? Что в нашем бизнесе дают? Стабильность есть? Давайте перечислим. Есть стабильность? Есть пассивный доход? Есть карьерный рост? Мы лично развиваемся. Посмотрите, какие люди нас окружают. Посмотрите, какие люди приезжают, нас обучают. Что вы за это платите? Стыдно сказать, правда? Мы практически за это ничего не платим. Что мы здесь делаем? Мы большей части делаем вложение премиум. Правильно? Большей части идет вложение премиум. Есть у нас путешествия. Бесплатные. Правда? Вы знаете, почему ИНИАС, я сама по профессии преподаватель, переводчиком, Владимирского, потому что я всегда хотела увидеть другие страны. Я всегда хотела реализовать свой язык. Хотела услышать сживую это все. И меня что-то цепило, когда после регистрации, вы в курсе, что я пришла потребителем? Знаете, есть у вас потребители? Я пришла потребителем. Я полгода была просто потребителем продукта. Мне тогда это все было неинтересно. Твой детей. Занятость своя, да? И я чисто... Меня пригласила моя родная страна. Вот она здесь, Садикат. Раджабова. Вот она. Кстати, благодаря ей я в этом бизнесе. Но большей части разживала меня Кусум. Моя кузина, да? И хочу вам сказать, дорогие мои, меня то, что зацепило, это была встреча у нас в ресторане. Лиза Джабраилова с моим путешествием и рассказом о путешествиях. Ничего не помню. Ничего. Ни вот эти кружки, ни выплаты, ни проценты. Сколько там платят? Мне это все неинтересно было. Наверное, в тот момент, в тот период жизни мне хватало того, что я зарабатываю, да? И как-то... И интересы были другие. И в тот момент я всегда думала о чем-то, хотела как-то развивать свой бизнес, но он должен был быть традиционным, о каком я и не думала. И вот это то, что путешествуют люди. И вот в тот момент, когда она спросила, когда вы собираете людей, кто проводит сам презентации? Есть такие? Сам проводит презентации. Вы спрашиваете у своих партнеров, что, какая у них мечта? Вы интересуетесь? Да. Да. Вы интересуетесь, какая у них мечта. Спросите, о чем ты думаешь? Какая у тебя мечта? Он задумается. А может быть, он вообще забыл про свою мечту. Как в тот момент я села, сижу, и мне стыдно. Я такая красная. Я уже... И сейчас меня спросят. Сейчас меня спросят. Я думаю, мне стыдно, я забыла про свою мечту. И в тот момент меня так осенило. Я думаю, я же не буду путешествовать. Я же хочу путешествовать. И меня так, знаете, в тот момент, вот это, так зацепило, и я думаю, все. И с тех пор, как я с этой встречи ушла, я задумалась об этом. Задумалась. А здесь, конечно, я хотела показать вам ролик. Здесь, наверное, не будет слышно уже. А здесь не будет слышно. Это, вы, в принципе, видели, наверное, наш ролик, да? Посмотрите, я действительно, когда анализирую, думаю, смотрите, к чему мы пришли, да? Какая организация? На что вы приглашаете своих людей? Тех людей, которые вас окружают. Вы продаете наш бренд? Вы продаете нашу организацию? В какой команде? Людям что больше всего интересно? Что им интересно? В стиле жизни? Вот, ребята столько говорили. Семейная пара. Вы знаете, что у меня? Вот эти дни, действительно, у нас с командой стоит войти. А сейчас уже дальше вижу, Лиза скажет, какие требования будут. И я смотрю на эту пару и думаю, семейная пара, маленький ребенок, у вас же тоже есть дети. Кто-то говорит, дети, я не могу работать. А посмотрите, есть что сказать? Прям уже нечего сказать, правда? Дети же это в действительности стимул, это в действительности возможность. Кто-то скажет, у меня был ты ребенок, да, поэтому я не работала. Какая-то мать думает, что его воспитывать, пленки менять, это и в этом ее работа заключается. А кто-то думает воспитывать, дать хорошее образование, дать хорошее будущее, обеспечить ребенка, одеть хорошо, питание дать хорошее. Вот это в действительности, да, мать. Вы должны в действительности думать, в приоритете расставлять, что, как и когда делать. Вот смотрите, организация. Я тоже здесь могу, кстати, только сказать, как в 15-м году мы были в каком составе и в этом году. Наш тоже было в большом количестве. Наша организация в большей части, как в этом ролике Лиза сказала, наша организация в большей части была на сцене. Начиная с директоров, старших директоров, золотых директоров, старших золотых, сафировых, бриллиантовых директоров. И это была наша организация. Хоть смехи. И, конечно, я продаю, я продаю нашу организацию, я продаю наш огромный проект, да, это в действительности. Я сравнительно, когда на днях ввела обучение, я девочкам сказала, девочки, вы знаете, я часто провожу статистику, я думаю, анализирую. Шесть лет, да, вообще в компании с регистрацией, если посчитать. И посчитайте с этих, допустим, четыре-пять лет, сейчас как проект запустился, с негтября месяца прошлого года. У меня было три директора. А когда запустился проект, четыре, двадцать два процентника из ниже закрытые директора. Есть разница? Есть, значит, есть система работы, а сейчас тем более какая система работы будет налажена. Одиннадцатый год это директор, старший директор, в тринадцатом, в пятнадцатом это золотое и старше золотое, в шестнадцатом это сафировый и открытый бриллиантовый директор. У вас есть мотивация? Есть мотивация? Что вас мотивирует? Мотивирует дети. Ребят, у меня есть мотивация. Моя мотивация это мои дети. Я всегда хочу, я всегда говорю, найдите мотивацию, посмотрите на своих детей спящими. И подумайте, что, какую жизнь вы готовите своим детям, какой будущий вы готовите своим детям. Что вы хотите для них? Родили и все? Или вы хотите обеспечить их? Вы хотите им в действительности дать все? Или вы та мать, которая смотрит на своих детей и на, допустим, не хватит ли у вас такого, что вы смотрите на другую семью и думаете, вот, допустим, ее ребенок учится там за рубежом в Оксфорд. Оксфорд это то, что я хотела. Действительность, это моя мечта и по сегодняшний день, да, я знаю, что это очень дорого стоит. Я люблю свою семью, я люблю своих детей и ради них я готова на все. Может быть, не спать ночами, может быть, не кушать. Мотивация, когда мне моя команда говорит, Хаджа, ты как энерджайзер, да, ребята, меня это мотивирует, потому что сильнее мотивации, наверное, нет. Любая мать, которая любит своего ребенка, будет делать, зная, что здесь есть деньги. Стабильность, вот давайте об этом скажу, да, какого-то другая мотивация. Знаете, если вы, допустим, госработа, наймработа или что-то другое, жизнь действительно показывает со временем, что нет стабильности нигде. Приходит время, когда или вас сокращает, или у вас жизнь в действительности ставит так, да, если вы в действительности не тот уже человек, которого жизнь научила, и вы не лидер, вы вовремя не возьмете в свои руки все, вы можете потерять то, что вы сделали, допустим, в другом деле, да, в традиционном или в чем-то, я говорю. Там, чтобы что-то развивать, нужны хорошие деньги, нужна хорошая реклама, нужен темп работы сильный, понимаете. Возьмите, допустим, супермаркеты, там мелкие магазины, они не выживают уже, понимаете. Посмотрите, как быстро это все двигается, вы должны обучаться там. А почему люди думают, придя сюда, что здесь не нужно обучаться и не нужно развиваться? Нужно обучаться, нужно развиваться. Я учусь у новичков, я не вижу в этом ничего стыдного, я не вижу никогда, я говорю, что я все знаю, я не знаю. Я ничего не знаю. Почему? Потому что я план, который поставила перед собой. Ребят, ну хотя бы с такими возможностями, которые есть в компании, нужно выйти хотя бы на доход 500 тысяч в каталог? Я думаю, что нужно. А посчитайте, сколько, посчитайте, сколько стоят ваши цели, планы. Посмотрите, какой дом. Посмотрите, какие машины. Семейный бизнес. Правда? Для меня это мотивация. Я помню, когда мы такую фотосессию делали. Путешествия, конечно. Посмотрите, страны, которые мы ездим, да, разные. Это саргописеление компании в Швеции, то, что мы были вместе с мужем. Это египет, когда вместе с командой мы ездили. Это, ребята, это дорогого стоит. Не план, не денег. Это реально дорогого стоит. Это такие ощущения, которые, знаете, это ни с чем не сравнимо, это не забывается. Я так рада, что сейчас, в это время, мы в действительности можем себя показать в соцсетях. И люди, которые смотрят на нас, видят в действительности, как мы живем, да, тот стиль жизни. А чего людям не хватает? Счастья. Чего жизни не хватает? Свободы. Чего людям не хватает? В действительности проводить 24 часа в сутки со своей семьей. Правда? Быть со своей семьей. Этого людям не хватает. А здесь, посмотрите, кто смотрел «Квадрат денежного потока». Кто читал вообще эту книгу? Читали? Ребята, вы знаете, в действительности, если вы его прочитаете, если вы его в действительности, или в ролике посмотрите, Роберта Киасаки, я тогда первый раз его посмотрела и прочитала. Здесь в действительности мыши не просто все переворачивается. Посмотрите, первый квадрат, да, рабочие. Кто на нами работает? Кто гостработники? Поднимите руки. Поднимите, поднимите. Вот посмотрите, да, вы работаете на зарплату, правда? Вы же продаете свое время? Продаете время, да? Вы, есть риск того, что вас сократят, уволят? Есть? Есть. Отсутствие выбора, зависимость? Есть. Потом возраст, конечно, вы уходите на пенсию. Какую пенсию? Это стоит того, чтобы вы поработали, да? Потом, малый бизнес. Смотрите, специалисты, это, малый бизнес, это больше части те люди, которые берут какие-то маленькие предприятия или там магазинчики, или что-то, что-то, да? Но нет гарантии того, что он раскрутится, правда? Большой бизнес возьмите. Это или того, что ваши родные, близкие, или папа, или мама, или дядь, может быть, кто-то, миллионер, вам поможет раскрутить свой бизнес, да? Время других. Вот вы работаете здесь на себя. Скажите, здесь человек свободный? Нет, вы здесь не свободны. Опять-таки, вы не можете поставить бизнес, бросить или куда-то уехать. Вы зависите сами от себя. Мы думаем, что мы свободны, но нет, мы не свободны. А инвесторы. Посмотрите, я сравниваю наш бизнес немножечко с этим. Когда вы работаете с людьми, работая с людьми, мы что делаем? Мы вкладываем свое время, знание в этого человека. Правда, кто-то говорит, не оправдывает. Не оправдывает. Говорит такое? Говорит, что не оправдывает, или перестает работать, или уходит. Я, знаете, ребят, говорю, но отсев, он в действительности происходит, да, отсев. Вот смотрите, та система работы, которая у нас есть сегодня и сейчас, да, есть минусы, но есть плюсы. У меня, допустим, в команде тоже есть такой момент, что человек вот вышел, и не первый раз такое бывает. Выходит на уровень директора, получает зарплату, но перестает где-то что-то работать. Или ему кто-то не разрешает, кто-то не дает работать. Кто-то в этот момент ему, он говорит, все, наверное, надоело мне это. Или кто-то расстраивается, да, или слезы пускать. Не ты так следующий. Если лидер уверен в себе, он никогда от обстоятельств не зависит. Я всегда говорю, ребят, мы вкладываем свое время в себя. Понимаете, я профессионал своего дела. Если я учусь, если я обучаюсь, я знаю, чем я занимаюсь, я умею строить этот бизнес. Я помню, не забуду, Танила Полежаева, слова, которые она говорила, даже если без вас и с нуля мне придется строить этот бизнес, я его построю с нуля. Это человек, это люди, которые уверены в себе, понимаете. А когда человек к тому не приходит, никому это не интересно. Да ты будь интересным. Ты будь таким интересным. Ты обучайся, ты развивайся, ты смотри в зеркало на себя. И скажи, на тебя люди придут, ты интересен людям. Понимаете, и здесь, а я вот этот момент тоже люблю приводить. Если, допустим, как преподаватели мы в школе обучаем, допустим, учеников, он становится золотым медалистом. Вам за это будет государство платить? А здесь у нас в команде будут золотые директора. Нам будут за это платить? Будет. У нас будет с вами пассивный доход, правда? Мой девиз, вообще мой девиз, все, кто окружает меня, это будущие миллионеры. Меня это очень сильно мотивирует. У каждого человека есть свой девиз, правда? Я всегда говорю, не надо ничего бояться. Надо просто делать. Откажут, ну и что? Надо бояться всего, только Всевышнего. Не надо ничего бояться. Откажут человек, говори, говори, говори. И до тех пор, пока не придет и не найдется тот человек, который будет работать с тобой. И я всегда говорю, люблю команде, говорю, вас команда чувствует. Вы замечаете такое? Вы заболели, вы не работаете. И некоторое время, и смотрите, в чатках, какая тишина, что происходит? Что происходит? А что с командой? А вы же не говорили команде, что вы болеете, правда? Если вы в действительности лидер, вы же не говорите своим партнерам, я болею, у меня нет времени сейчас на тебя. Вы же не жалуетесь, правда? Здесь в действительности команда вас чувствует, поэтому нужно стараться в действительности, чтобы у вас была гармония по жизни. И всегда мотивировать своих людей. У меня в команде есть такой лидер, который пытается всегда дать глубину негатива, который вверх негатив, вниз позитив. Вниз позитив, мотивировать и завершать свою команду. Деньги нужны? Нужны? Есть на что звать людей? Есть, конечно. Говорите о возможностях, показывайте стиль жизни людям. Всегда говорите о возможностях. Здесь вот первая и основная задача поставка, поставка цели, да? Если нет своей цели в жизни, запомните, ребята, то приходит время, когда вам приходится работать на кого-то и осуществлять его цели и его мечты, да? И в нашем бизнесе есть два важных момента. Это рекрутирование и товаробороты, правда? Но без другого не бывает. Рекрутинг – это процесс такой, который вы вот вроде бы рекрутируете, рекрутируете. Каждый знает, что такое рекрутировать. Здесь же лидеры, правда? Когда вы рекрутируете, приглашаете людей. И бывает такое, что люди не идут, не идут, не идут. Бывает такое? А вы хотите сегодня и сейчас. У кого такое бывает? Бывает? Я думала, я одна такая. Бывает, да? А, хорошо. И бывает время, когда он дает уже результаты. И бывает время, когда вы вроде бы ничего сейчас не делаете, но уже регистрации идут, идут, и люди находят вас. Особенно это в соцсетях бывает. Смотрите, что я делаю, да? После того, как, допустим, человек пришел, я важные моменты говорю. Нужные? Да. Когда человек вам в команду приходит, что мы с ним делаем? Мы с ним знакомимся? Я в Килиписке не занимаюсь, честно говоря. Я считаю, что это потеря времени. Я сразу перехожу голосом. Даже если через онлайн до прошлого года, сентября, для меня онлайн, в действительности это было страшно. Я думала, как же это, если там оставлюсь, здесь запрошу. Там потерять, тут. И вот это меня очень долго мучило. А сейчас здесь то, что действительно, если на практике узнала, я просто перелилась сюда, да, уже вживую. Я просто стала с людьми общаться вживую. Переписки не занимаюсь, знакомлюсь с людьми, да, допустим, в Инстаграме. Личный бренд раскручиваете, переводите уже в WhatsApp. Человека информируете голосом. Я раньше давала, до сегодняшнего дня, давала, допустим, голосовое о себе и давала ролик. А сейчас я что делаю? Я просто звоню. Я интересуюсь, удобно ли человеку говорить. Зазваниваюсь. Я стараюсь все запечатлеть, дать. Конечно, очень важно, чтобы весь процесс работы, то, что вы делаете, был дублицируемый. Ребята, вы записываете свои голосовые звонки. Разговоры записываете. Ребята, это сильно работает. Все голосовые звонки и разговоры плохие, они позитивные, негативные. Я все записываю, я кидаю. Пусть люди слушают. Пусть люди слушают и учатся, правильно? Кто-то роликом снимает, кто-то голосом записывает. Дать обязательно нужно видение этого бизнеса. Вот после того, как вы уже поговорили с человеком, дали ответы на вопросы, да, что человеку интересно. Вы, конечно, добавляете, знакомитесь с командой, да, человека. А после уже даете видение немного. Интересуйтесь, что человеку интересно. Пусть напишет желания свои. Что ему интересно сегодня, какие у него цели, какие мечты, какие желания, да. Обязательно пусть распишет, а вы уже можете поговорить с ним. И там у нас все-таки обучение проходит, да, маркетинг план. Расписать, смотри, за какое время ты хочешь выйти на доход, допустим, от 40 тысяч. За какое время? Когда человек вас спрашивает, у меня спрашивается, сколько времени, сколько в день нужно работать? Сколько в это нужно вкладывать время? Я говорю, сколько ты хочешь заработать? И за какое время? Если человек говорит мне, ну, доход 30 тысяч, я говорю, ты готов 6 часов в день работать? За 2-3 месяца ты будешь на уровень директора, да, доход от 30 тысяч выше. Готов? Вперед, действуем. Объясняйте системные действия. Правила 3-х вы все знаете? Говорите. Девочки, потребительство, приглашение и обучение, да, обязательно обучаться, приглашать девочки. Вот то, что мы, ребята, все то, что мы делаем, пользоваться продуктом, нам сами, мы же продажей не занимаемся с вами, мы приобретаем для себя. Если не здесь, то все равно приобретете этот продукт, правда? Второе, это обязательно мы приглашаем людей, рекрутируем, его нужно наладить. Третье, это то, что вы обучаетесь. Обучайте всегда, поэтому было сказано, что нужно постоянно читать. Нужно развиваться, правильно? Расскажите, рассказайте про важность ЛТО. Обязательно. Опять-таки, кто, сколько, чего будет делать. Уже не заставляйте людей делать, чтобы были возвраты. Не заставляйте. Поговорите с людьми, вы поймете, что им нужно. Выявить способности человека, да, и дать им. Именно направление. Это значит говорить, вот есть у нас в команде, можно хотеть тебя приведу. Например, сначка, вот Фатима первого у нас есть. Давай, Фатима. Кстати, сначка приехал, человек сдалека. Поаплодировали? И этот человек у нас медит. И вы знаете, это первый человек, который у меня в сруне 6% начал вести вебинары. Спасибо, Фатима. И когда я просто стала в команде писать, кто действительно хочет зарабатывать, кто хочет развиваться. И вы же спрашиваете у человека, какая профессия, чем человек занимается, правда? Дайте направление, именно, допустим, по этому направлению, вот бизнес, направление дайте человеку, да, по его сфере. И очень хорошо. Кто смотрел вебинары по wellness? Хорошо, Фатима говорила. Первый вебинар мне очень, вот, и последующий уже в два раза проводил человек. Система 200 дней. Кто сопровождает своих людей 200 дней? Честно, вот, как эти сироги. Честно. Ребят, вы знаете, не сопровождают. Больше части, что происходит, пути регистрируют людей. Они думают, что они сами знают, и думают, что новички знают. Не знают, ребят. Сопровождайте. Вы вспомните себя, как с вами наставник нянчился. Ребят, если не сразу начинает бегать, его мама вначале сидеть учит, ложечки кормит. Правда? Ребят потом начинает потихонечку вставать, потихонечку шаг за шагом делать. Поэтому у вас должно быть такое же терпение сопровождать своих людей. А может быть, загвоздка в этом как раз-таки нужно сопровождать своих людей хотя бы 200 дней. Правда? Кто сталкивается с возгрожениями? Все. Все сталкиваются. Надеваем на человека промышлеты. Очень много роликов есть. И у нас есть таких... То, что мы проводили обучение, именно то, что с возражениями Бухтярова, действительно, книга хорошая, мне нравится. И его сама в свое время читала, да? И читайте, надо знать, в действительности есть ли вы на каждое возражение. У меня вначале было, давайте я в своей практике скажу. Когда мне человек возражал, я вначале нервничала. Это значит, что я неопытна была. А теперь, когда мне человек возражает, я работаю с этими возражениями. От этого я получаю удовольствие. Почему? Потому что, значит, вы уже умеете с ними работать. И когда человек после возражения начинает соглашаться, вы понимаете, что вы просто работаете с этим. Вы не обрабатываете человека. И вы не заставляете. Вы просто работаете с возражениями. Говорит нужно о целях, планах, планирования, да? Обязательно. Я люблю очень шесть вот этих привычек, почему я их к примеру привела. И каждый лидер, кто считает себя лидером, должен соблюдать. Я в первую очередь к себе по отношению, я сама тестирую, да, я привычка планировать. Кто планирует? Вот сегодня ночью, вот сегодняшний день, вы сегодня, на завтра кто план составляет? Вот честно. Это очень важно, ребят. Это очень важно. Вы знаете, когда я день не планирую, он у меня проходит непонятно как. Я не знаю даже, что я в течение дня проделала. А если я прописала план, и я галочкой упадываю, что я в течение дня сделала? Привычка учиться. Кто думал, что окончили школу, все, больше учиться не надо. Кто думал? Говорит, были какие? Ребят, мы учимся, мы развиваемся всегда. Эта привычка должна остаться. Привычка брать на себя ответственность. Есть такие? Есть такие? Когда особенно мы говорим, кто будет вести вебинар? Никто. Никто не хочет проводить вебинар. Меня нет, а еще я не готов. А у нас есть же люди, которые в 3%, в 6% проводят. А есть лидеры, которые считаются лидерами. На уровне 22% не проводят вебинары. Ребят, это же стыдно. И так как можно? Так, начнем проводить вебинар. Я помню, когда Лиза мне сказала, я в положении на 3-го ребенка, и у нас нарцисс, первое мероприятие. Она говорит, ты будешь ведущей. А я боюсь сцены. Это ужас как. Это ужас как. Она говорит, что ты будешь ведущая, как на сцене деньги. Это было для меня, это действительно был для меня экзамен. Привычка не замечать препятствий. Это то, что было у нас сегодня, правда? Кто-то нервничал, кто-то говорил, будет все нормально. Кто-то... Мы сдали тест? На лидерство сдали? Да. А здесь правда намного лучше? Конечно. Я бы сдал. Конечно. Поаплодируйте себе. Вы молодцы. Так, привычка решать задачи. Наши, допустим, проблемы, которые мы считаем проблемами, эти действительности задачи. В школе нам когда дают задачи, вы их решали или плакали над ними? Решали. А здесь мы что с ними делаем? В твоем жизни, когда дается какая-то задача, мы говорим, а у меня такие проблемы и так далее. Ребят, просто их нужно решать, правильно? Привычка делать все вовремя. Вот это я люблю. Это по мне. Хоть ночью, но я знаю, что мне нужно это сделать. Я встану и сделаю. А напоследок я хочу сказать. То, что мы сегодня делаем, то, что сегодняшний день у нас плодородные, нам обязательно дадут результаты завтра. Действия, действия, действия. Еще раз, действия приведут нас к результату.